В программах хорошее самочувствие круглый год. Там уже 400 с чем, скоро будет 500. Вообще нас больше там полутора тысяч. Мы постепенно так собираем. Кто-то из менеджеров просто даже не использует телефон, кнопочный. Нет возможности установить телеграм. Кто-то вообще просто принципиально не участвует в этих чатах. И вот в чате у нас там был такой вопрос по майндмастеру. Я использую майндмастер и, например, у меня тошнота. Это первый вопрос, который я задаю очень часто. Второй вопрос такой. Я использую майндмастер, но меня сразу отклонят в сон. Вот ты как специалист можешь ответить на эти вопросы, что тут можно сделать? Как я отвечаю, майндмастер нужно обязательно принимать послезавтрак. Очень часто люди питаются на голодный желудок или выпили чашку кофе и считают, что это завтрак. Позавтракали полноценно и запиваю водой. Если вас продолжает дошнить, здесь уже, наверное, это повод, может быть, обратиться к специалисту. Я так считаю. Вообще, по идее, уменьшить дозировку. Попробовать постепенно ввести в свой рацион еще раз. Может, для вас эта доза просто велика. И по поводу уклонив сон, у нас у всех вибразные биоритмы. Кто-то настроен на, не знаю, утреннюю активность, кто-то больше вечернюю активность. Попробуйте поменять просто приемы от мастера, перенести с послезавтрака. Попробуйте его использовать на ночь. Очень часто организм стресс. Да, вот сейчас Лариса тут руку тянет. У меня просто партнер в структуре, она врач. И она может быть... Ларис, может быть? Ну, да, я просто начну с момента, когда вы забываете, аликсоум. Когда вы забываете, аликсоум, то есть есть такое понятие, то есть, то есть, если организм находится в стрессе, то есть, вы его пытаетесь стрихнуть и алинировать, а как бы насильно. Да. То есть, усилие. Но он работает в обратную сторону, то есть, эффект идет, ну, как бы... Естественное восстановление. Да. И, ну, как бы, мы организмом не можем обмануть. Не нужно сопротивляться или уменьшить долг для того, чтобы было привыкание. Поэтому, ну, там же норма у нас 80 минут, и нет такого понятия нормы. Есть понятие нормы. Есть понятие нормы. Есть понятие нормы. Переносимость. И не забывается на этот организм. Поэтому, то есть, или же поспать, да, если, то есть, как, нет этой возможности, тогда нужно просто влачая, там, в столовую ложку, да, для того, чтобы организм больно. Появляется что-то новое, такой, как и стимулятор, пытается вам помочь. Но восстановительные силы, они идут в момент накопления. Поэтому, то есть, мы, соответственно, принимаем утром, если, допустим, есть особенность, что вас сняли в сон, тогда нужно, наоборот, принять вечером. Потому что будет идти восстановление через сон. Это естественный процесс. Да. Спасибо. Спасибо большое. Ну, то есть, мы можем сделать вывод. Вот, я тоже, я могу сказать, что если я без еды принимаю любую формулу Майнбастера, у меня сразу возникает тошнота. То есть, и жутко неприятные ощущения. Но когда я это делаю вместе с едой, а, в принципе, это и есть тот продукт, как добавка к пище, которую можно использовать с едой, то эти симптомы у меня не возникают. То есть, тошноты нет. И второе, действительно, лично я днём начинаю спать минут по 30, вот у меня есть. Я затем просто научился совмещать это с нидро-йогой. Вот я себе прямо расписание ставлю нидро-йогу. Если я дома днём, то где-то между сном и бодрствием у меня вот этот процесс тоже протекает. Но иногда, конечно, вырубаюсь. И Майнбастер таким образом действует, да, восстанавливается организм. Бояться этого не нужно. То есть, это не энергетик. Это именно тот продукт. Если вы испытываете стресс, это не значит, что, применяя продукт, вы сразу станьте бодром. Это значит, что у вас будет более качественный сок, который поможет вам стать бодром. Какие есть ещё вопросы по моему спасти? Больше 80 мл. Можно его приспособить? Больше, чем 80 мл. Можно его приспособить? Ну, рекомендованная доза приспособить, я не знаю. Можно? Убираешь, можно. Если нужно. Да, всегда рекомендуют 1 грамм на 1 килограмм. Поэтому 80 мл. Это вот в среднем такая. А у кого есть опыт у ребёнка в СД, в стране? Есть, вообщем, возможно давать? У него очень сильная негативная доза. Мне кажется, о чём? То есть, это то, о чём мы здесь говорим, это всё-таки для здоровых людей. То есть, это для всех тех людей, у которых... Ну, если просто вы посоветуете с врачом... Если просто вы посоветуете с врачом... То есть, вопрос задавала, а не... Покажите состав, покажите суточную норму. Я просто... Да, я покажу врачу и спрашиваю про состав. Я не спрашиваю, можно мне это принимать или нельзя. Не спрашиваю рекомендацию врача. Я говорю, вот если вот этот состав, мы возьмём с вами витамины, что вы можете сказать мне по этому поводу? И тогда врач, он не может мне ничего сказать. Ну, вот мой опыт, я вам расскажу, с вами витамины наши. Итак, да. Вот, ну, когда вы, конечно, сразу, самое первое, что вы сказали, в первых компонентах, в которых есть ростератром, вот эти дозы ростератрома, это 150 стограмм, это нашим динамм. И это тут же, наверное, для того, чтобы... Потому что там у нас происходит очень важный тактичный элемент, что можно заговорить, что такое мысль, да? Мысль — это металл. Как мы думаем, так мы и живём. И вот неважно, когда мы выходим, то есть в Топцию, в метро, в офисе, где мы находимся. Но у нас постоянно действует очень большое количество вход во глаз. То есть это идёт на функциональный поток. И та жизнь, а все люди воспринимают по-разному. Для того, чтобы, то есть, те компоненты, которые у нас внутри, задушающие, а энергия воспрабатывает в метагонтре, да? Почему человек иногда слабеет? Вот я пришёл на мероприятие, посидел, попыл, или вышел, как выжил для него. Ну, потому что хочешь, не хочешь — осознанно, ведь мы же все по-разному думаем. И поэтому, когда мы говорим, что мы принимаем этот напиток, да, и содержим большое количество асферопродов, то есть у нас автоматически из организма идёт очищение и распад тех молекул, которые нам не нужны. По-другому это закисление организма. Ну, мы про то, что не будем говорить, который даёт нам щелочение, он у нас есть в компании. Ну, вот именно, когда принимаем, то есть, одну, скажем, дозу, да, напитка, у нас получается, мы принимаем суточную дозу асферопродов, но это не 150 токанов красного вина, а всего лишь, ну, можно от 30 до 80-ти миллилитров, но это индивидуально опять. Вот, а потом, когда, допустим, бывает, что у нас монтажный, у нас в желудке содержатся, то есть, как бы, бактерии. Есть и в каких-то есть понятиях дисбактериоза. Вот когда, допустим, дисбактериоз, какие-то бактерии начинают делиться быстрее, и поэтому, то есть, это тоже пугаться не нужно, можно выпить стакан тёплой воды, просто идёт ещё и очищение. Ну, рекомендую, советую просто в холодильнике, наверное, обучить пылку, то есть, мать-мастер и алоэ вера, да. Спасибо. Как бы увеличивать постепенную дозировку, что-то такое? Ну, конечно. Ну, по столовой ложке, как правило, рекомендуется, в любом случае, любой новый продукт вводить постепенно, посмотреть на свою реакцию организма, как вы будете реагировать на него. Да, 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 конечно, я даже не могу. Отлично. Я думаю, что мы будем возвращаться ещё не раз. А кто хочет поделиться своими результатами? Можно выйти на сцену, и пока вот те, кто выходит, будут делиться результатами использования мать-мастера. Пожалуйста, находите. Я могу рассказать о своём первом опыте использования. У меня было несколько перелётов. Я попробовал мать-мастер, когда его только запускали в Германии. И у нас был такой митинг вместе с руководителями компании, и на столах стоял мать-мастер. Я ничего тогда не понял о суточной норме, не очень учитывался. Судишь, слушаешь, пьёшь, пьёшь, слушаешь. Вот зелёненький был такой чай. Мне нравится сочетание. И хорошо там еды было много, поэтому у меня не было вот этого эффекта. И я уснул сразу же после нашего ужина. Я почувствовал, что в бар я со всеми не хочу идти. Я сразу пошёл спать. Вот тогда я не связал это с мать-мастером. И знаете, у меня было такое ощущение, когда я проснулся, это... Ну, у меня в жизни несколько раз только было такое ощущение, когда я проснулся, и у меня... Вот я открыл глаза, и я не мог вспомнить, как меня зовут, где я, что я делаю, что это за полное место. И вот реально это состояние было с них вот 10. Вот что у меня было после первого использования мать-мастера. То есть настолько глубокий был сон, и выход из этого сна. Вот у меня такая была реакция в первый раз. Ну, я тоже хочу поделиться с вами своим первым использованием мать-мастера, когда он только появился в компании. Естественно, купили, начали пробовать, использовать. И у меня такая ситуация произошла буквально где-то на третий день. Я выходила с трамвая, знаете, как этот трамвай на проезжей части. И меня чуть не сбило машина, остановив буквально в одном метре от меня. Я вот так на неё посмотрела, ну, и пошла дальше. Я через два дня об этом рассказывала мужу. У мужа шок, стресс. И я говорю, слушай, ну действительно фиолетово. Ну вот состояние... Фокс, ты просто в своем состоянии находишься. Виня, я понял, почему фиолетово. Все фиолетово. Ты находишься просто, фиолетово, фиолетово, фиолетово. Ну, меня же не сбили. Ну, все, пошла дальше. Спокойно. Расскажи, почему классно. Ты говоришь, что классно продают свои мастеры. Расскажи, почему. Классно, в том, что у тебя люди по трамвачиваются. Кого еще есть? Фиолетово, фиолетово. Да, 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 да. Я тоже разговариваю. Да, друзья, продукт, конечно, уникальный. И я хочу сказать, вот мы буквально вчера проводили такой зум, да, вебинар, и у нас присутствовал врач, и она очень интересные вещи говорила. Ну, может, мы их понимали, мы их знали, но вот сознание еще так и подкрепились, да. Майтмастер, это не лекарство, чтобы вы понимали, и доносили это людям. Это не энергетик. Это сбалансированный комплекс, который очищает, защищает наш организм. То есть то, что у нас накапливается ежедневно, ежечасно, этот препарат способствует тому, что у нас начинает уходить. Почему человек вдруг начинает засыпать? Да потому что организм начинает очищаться, и то, что ему не хватало для того, чтобы почувствовать себя нормальным, значит, ему нужно поспать, да. Когда происходит чистка, у тебя появляется больше энергии. Почему? Да потому что у тебя вся гадость начинает постепенно уходить из организма, да, и ты становишься бодрым, активным, как и должен быть нормальный человек, да, в обычной жизни. Вот у меня то же самое было, вот первое, когда начал принимать, я заметил, поскольку за рулем провожу много времени, очень стрессовые ситуации, постоянно на дороге возникают кто-то подрезал, кто-то неправильно сделал. Девушка не посмотрела, не включила поворотник к тебе, ба-бах, там, да, и всегда у тебя в запасе, в лексиколе, такой масса слов, которые ты пытаешься, вот, когда я начал принимать, я понял, что мне не хочется это слово произносить, да, я так спокойно стал реагировать на это все, ну, да, вот у нее так случилось, да, или вот так вот он сделал, да, ну, ничего, бывает такое. И только лишь по прошествии времени я стал понимать, ага, ведь действительно, как-то вот я стал по-иному к этим всем вещам относиться. Потом заметил, что сон стал более глубоким, да, и высыпаешься за меньшее количество времени. Вот. И то есть такие вещи, я заметил, что при занятиях в тренировочном режиме я стал тоже быстрее восстанавливаться, да, и как-то с большей охотой, с большей энергией, это очень важно, когда ты тренируешься, приходишь, допустим, на тренировку, и тебя как-то, ну, не упривок, да, ну, не хочется. А здесь ты вот активно очень занимаешься. Ну, и такой очень классный, побочный эффект, я хочу сказать, что все мы как-то люди, да, мужчины, женщины, я хочу сказать, что на мужчин очень здорово влияет. Да, прям вот рекомендуйте сами, и мужчинам. Это на нашем ежегодном слете по сексу. Ну, я хочу поделиться тем, что, как я, наверное, познакомилась с мемористом, вернее, начала я возбудить. В принципе, прочитала, что нужно 80 миллилитров принимать, ну, как умный человек, как почти себе налила, выпила, утро устаю, что голова была, конечно, катастрофа. А до этого, как я поточню, я пила курс алоэ вера в севера, а для у меня боли из больницы. Один день голова болит, второй день. На работе, думаю, клавиатуру просто мозга вся разобью. Думаю, да что такое. Ну, звоним коллегам, жалуюсь. Они говорят, Анжелика, сколько ты пила? Я говорю, ну, сколько-то, сколько. Они говорят, ты точно что, ты возьми-ка с колпачки, а начни. А началась колпачка, действительно, она все как-то нормализовалась, но спать хотела. А потом Антон посоветовал, потому что, как Анжелика, ты говоришь, утром пьешь, попробуй на ночь. Вот я на ночь пила, пробовалась сразу, высыпалась, настроение просто замечательное было. Обычно как-то в депресснике таком ходило. Довольно-таки я поняла, что да, нужно всему знать норму, организм настолько у нас индивидуальный, нужно каждому конкретно под себя что-то подпирать, не сразу 80 мл наливать. Ну, и еще результат у нас был, когда мы были на конвенции, пей сколько хочешь, пьем, значит, красный мейтмастер. И сижу, говорю, Ваня, что ты говоришь, я засыпаю. Пили, да, красный мейтмастер, души точно, давай, поспать зеленый. Выпила зеленый, и, вы знаете, только всту на сцену уходите. Так что, подбирайте каждый под себя. Это настолько вот индивидуально, что это кажется. Я с мейтмастером познакомился тоже в Германии. Это была академия организации, проходила на заводе Mercedes. И это был как раз тот момент, когда мейтмастер только компания начала производить. Ну, и нам на обучение поставили на стол несколько бутылочек. Мы сначала не поняли, что это такое. Мы что-то слышали. Генрих нам говорил, что там новинка какая-то, готовится. А в любом случае, для нас это был сюрприз. В связи с тем, что обучение проходит такие очень интенсивные, да, и программа с утра до вечера, кто-то задерживается уже до поздней ночи, и Томас Хёрстен со всеми общается в совершенно нелимитированное время. Утром, сначала ничего, но после сытного немецкого обеда обычно у всех голова клонится, кто бы не выступал на любую тему. И вот здесь, мейтмастер, конечно, мы попробовали, мы все ощутили что-то, какой-то прилив сил, бодрости, то, чего мы не ожидали ощутить. Это первое. А теперь я хотел по поводу результатов сказать. У меня командован большая, результаты тоже очень разные, но я хочу сказать про самый впечатляющий результат, который у меня есть. Летом прошлого года в Москву приезжала у меня партнер из Казахстана, она совмещает работу вице-президента крупного строительного холдинга казахстанского, который вышел в московский район построить здесь жилье, и она совмещает это с тем, что она является попёрным углом. Лично у неё была такая история. У неё ещё плохой диагноз. Я думаю, присутствующие здесь медики подтвердят. Эта болезнь называется рассеянный склероз. В течение долгого времени она пыталась как-то лечиться, но это такая болезнь, которую либо можно остановить, либо не получается остановить, она прогрессирует. Как правило, это происходит именно так. она начиталась, что есть такой хороший компонент, просто троп, который входит в Майдмастер. Она почитала состав, витамины будут не лишние, холдин будут не лишние, и она решила его пробовать. Она попробовала его, начала пить. Ей понравился вкус, понравилось такое состояние, в которое она приходит после того, как принимает. И через несколько месяцев врач, который ее постоянно наблюдает, зафиксировал уменьшение количества очков. То есть, это довольно редкий случай, можно сказать, уникальный. В практике этой клиники таких случаев вообще никогда не было. И вот с этого момента я стал предлагать своим знакомым, тем людям, у которых есть, у меня есть такие знакомые, я стал предлагать мастер. Причем, вы знаете, что все читают в интернете, все новости и так далее, и все считают, что они самые умные, они нашли очень дешевое решение покупать через интернет-магазин в США вот этот Росфератрол в чистом виде производится в отдельной покупке. Только он. И выясняется, что он должен действовать в каком-то более сложном составе. То есть, должны быть и другие компоненты. Именно компоненты мастера, как выяснилось, на нашей практике помогают именно при таком диагнозе. Поэтому, если вы услышите, что у кого-то это есть, я думаю, что стоит посоветовать этим людям попробовать. Примеры такие есть. в общем, хочу пожалуйста. Спасибо. Я сразу перейду к результату. В том году примерно около двух месяцев пришлось ездить каждое утро в Москву. из Клина до Москвы в принципе за час можно реально доедать. Если не будет затруднений и все. Если выезжать в 4 утра. Если выезжать в 4 утра. Вполне реально. и бывают ситуации где-то что не доезжая допустим выезда с аэропорта вот здесь начинается пробочка и вот этот промежуток там немного пару километров уже едешь вот это стоп трогание стоп трогание и автоматом начинаешь засыпать. То есть к МКАДу подъезжаешь уже как выше длину реально. Встаешь на МКАДе минут 10-15 откидываешь сидение и приходишь в себя чтобы потом продолжить движение. Когда я познакомился с МЭД-мастером утром выпил я его поехал вы знаете очень с такими ощущениями едешь спать не хочется очень хорошая концентрация внимания ну думаешь за себя за тех людей которые рядом за того парня который навстречу едет и проезжаешь этот отрезок пути без как говорится без усталости выезжаешь едешь дальше и вот это напряжение оно приходит уже где-то часам к 3 дня как-то так то есть полноценно день идет и вот МЭД-мастер помогает преодолеть вот этот психологический парень я хочу еще раз поздравить подарить тебе книгу читай расслабься спасибо за выступление давайте спасибо 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 спасибо